В сегодняшней ауди статье рассмотрим, как из подаренного букета вырастить куст розы. Сохраним красивый цветок и получим дома прелестный мини-сад. Выбираем самые красивые, неувядшие и стойкие розочки. Стебли розы должны иметь от 3 до 4 здоровых почек. Мы их оставляем, они залог будущего развития. Под самой нижней почкой нужно сделать косой срез. Воспользуйтесь ножом, а без заразьте его перед обрезкой. Место над верхней почкой также срезаем, делаем прямой срез. Посадка розы из подаренного букета. Посадить розы из букета можно в обычные пластмассовые непрозрачные горшки с дренажными отверстиями на дне. Поливать наши саженцы будем часто, а лишнюю воду придется обязательно сливать. Секрет выращивания роз из букета. Положите на дно горшка поломанные кусочки пенопласта. Это хороший дренаж для роз. Он не задерживает влагу, не гниет, адаптируется к внутреннему расположению корней. Любой привычный для вас дренаж также подойдет. Традиционно высаживаем нарезанные нами черенки в субстрат. Почва для посадки. Одна часть торфа, одна часть песка пропаренного, одна часть плодородной почвы и немного мха сфагнума. Смешанные ингредиенты помещаем в горшок поверх выложенного дренажного слоя. Простимулировать черенки роз нужно с помощью корневина. Это биостимулятор, защищающий от воздействия патогенных микроорганизмов и одновременно стимулирующий формирование корневой системы. Наносим порошок в перчатках тонким слоем на нижний косой срез, едва захватывая края стебелька. Помещаем черенки роз вертикально в почвенную смесь. Как ускорить прорастание черенков роз? Для быстрого укоренения создаем парниковые условия. Накрываем черенки вместе с горшком пакетом или поэтиленовой пленкой. Пакет будет гораздо удобнее, так как не нарушит целостность посадки. Чтобы накрытие не сползало и не пропускало воздух, у основания горшка пережимаем его резинкой. Теперь черенки в парнике переносятся в теплое место. Периодически снимайте пленку, чтобы проветривать посадки, проверить черенки. Через 1-2 недели появятся первые небольшие побеги, значит черенки двинулись в рост. Как только их заметите, снимите накрытие. Теперь можно понемногу увлажнять почвенную смесь в горшке. Если стекает вода и остается в поддоне, то сливайте, но с увлажнением не переусердствуйте. Что не так? Часто при посадке черенков рост цветовода наблюдает подчернение стебля. Почему это происходит? Такой стебель точно не будет развиваться дальше. Причиной тому неправильно подобранный черенок рос из букета. Берите только толстый, здоровый и крепкий, тогда они прорастут. Слабые, хилые, сломанные и тонкие для размножения не подходят. Они попросту погибнут, хотя нередки случаи прорастания. Смотрите по ситуации и руководствуйтесь рекомендациями. По мере развития черенки можно пересадить в горшок побольше, высадить в саду или вороженерею. Пишите в комментариях, удалось ли вам вырастить из черенка роз из букета полноценные кустики. Если нет, то опишите, с какими трудностями столкнулись в процессе. Ждем ваших ответов! Продолжение следует...